Если мы говорим с вами февраль. Февраль очень интересный. Во-первых, этот год всё равно закрывает вопрос 20-го года. Тигр всегда закрывает то, что начала крыса. Но тигр ставит перед тобой вопрос ребром. Старое или новое? Есть у тебя потенциал изменений? Если нет, уходи. И мы говорим с вами о том, что очень важно делать выбор. И очень важно брать что-то новое. То, чего ты ещё ни разу не делал. Новизна. То, чего у тебя нет в прошлом. Очень важно в феврале... Ну, это, в принципе, каждый месяц будет... Ну, просто февраль, он сам по себе. Это начало. Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт. Как ты приходишь на работу или в новую компанию, как тебя встретили, вот первый раз, как тебя увидели, ты пообщался, так тебя в основном дальше будут и воспринимать. Очень сложно потом поменять. Перед собой, перед судьбой, перед людьми свой имидж. Поэтому хорошо бы войти в эти энергии в силе. И нам нужно сделать выбор, сделать что-то для тела, потому что в это полнолуние... Это, мы говорим, магическое, потому что новая энергия. Но на самом деле очень важно заиграть точку здесь и сейчас. То есть сделать что-то физически со своим телом. Вот очень важно, чтобы мы начали с физического тела и потом только работали астральные, ментальные, каузальные. Материализация, да, проистекает отсюда. Мы говорим с вами о том, что это полнолуние, когда солнце в рыбах, и когда очень важно вложить в себя физическое тело. И поэтому я подумала о том, что давайте-ка мы вот в эту действительно магическую дату, да, шесть двоек. Мало того, ещё и во вторник. И мы говорим о том, что вот я вот выдралась сегодня из комментариев, случайно мне попались. Знающие люди понимают, что это напряжённый день. И надо его использовать для чего-то мягкого. Для наполнения, для улыбки, для общения. Вот здесь резких движений в эти два дня делать не надо. Двадцатый такой же. Да, мы говорим о том, что шесть двоек, 22 лунные сутки, ещё и второй день недели. Смотрите, как интересно. Передоз, тотальный передоз. Чёрное-белое. Мы всегда с вами на востоке идём в гармонии, в зону баланса. А здесь у нас очень жёсткий энергетический перекос. И мы должны сделать что-то мягкое и сбалансировать. И я предлагаю вам… Потому что я, видите, в свою микроволновку поставила. Вот по моим ощущениям энергия, как в микроволновке, она может только подогреть тебя. А может, да, помните, пищей переворачивается знак, имеет отрицательный знак, потом разрушение. Ты можешь в этот день запустить процесс разрушения тотального на весь год. Поэтому мягко в этом году хорошая компания, природа, хорошее общение, хороший фильм. Вот всё должно быть мягко. Насколько это у вас получится. И 20-го, и 22-го. 22-го просто пиковое такое состояние, а 20-е как вход в эти энергии. Обратите внимание, что с 16-го по 22-е. С точки зрения китайской медицины, с точки зрения китайской метафизики энергетической, это зона перехода из зимы на увлажнение. Вот сейчас пойдёт весна, и пойдёт зелёная трава. Вот это первая зелень. Никогда не бывает такой вкусной зелени, сочной, как весной. Это зона увлажнения, подготовки, прорыву, набухания почек и молодой листвы. Вот с точки зрения энергии года. Но то же самое происходит в нашем теле. Поэтому очень важно работать с лимфодренажом, с кровеносной системой, с энергопотоками, с потоковыми состояниями в нашем организме. Это время для очищения и подзарядки. Что это будет? Что это будет за практика? Я попрошу вас, насколько это возможно, к практике с сегодняшнего дня. Не надо убирать, минимизировать. Минимизировать для того, чтобы у нас была, скажем так, более лёгкая энергия. Потому что вы помните, белок утяжеляет. Потому что я хочу, чтобы мы с вами сделали абсолютно уникальную, я ни разу не давала эту практику, я сама, да, только учусь в кинетотерапии. Я хочу вам дать энергетическую, омолаживающую, восстановительную практику для лица с точки зрения кинетотерапии. Мы будем с вами достаточно много работать с зоной нижней челюсти. Потому что с точки зрения психосоматики здесь больше всего застоев. Мы говорим с вами о том, что, обратите внимание, что в принципе кожные заболевания – это 85% официальные данные психосоматические. То есть от тех эмоций, которые вы не смогли пережить и засунули в себя. Вы не смогли их переварить, вы не смогли их высказать. Очень важно, чтобы мы сделали с вами то, чего не делали никогда. Именно поэтому я предлагаю эту практику в этот особый день. Новизна, вклад в себя и новый вызов энергетический. Я готов к новому путешествию. Мы будем с вами работать с зоной нижней челюсти. Мы будем с вами работать микродвижениями, которые по ходу, помимо того, что они улучшают пластику кожи, снимают отечность, улучшают регенерацию, очищают кожу. Понятно, что такое омоложение. Омоложение – это сияющая кожа. Что такое молодость? Как мы воспринимаем? Сияющая кожа. Вот все процессы – это хорошо, но обратите внимание, что такое психосоматика нижней челюсти? Это наши десны, это наши зубы и это щитовидка. Обратите внимание, что вот эти все упражнения, они очень полезны будут для сброса напряжений, в том числе для щитовидной железы при любых диагнозах, потому что все равно здесь, да, мы работаем с вами, сбрасываем застрявшие эмоции. Обратите внимание, что такое зубы. Помимо того, что это кальций, и когда мы нервничаем, нервная система из костей, из зубов этот кальций забирает, потому что без кальция невозможны процессы в организме. Обратите внимание, как очень часто, вот мне тоже выдрали здоровый зуб, просто потому что под зубом воспалилась здесь сна. Здоровый зуб. Чего такими корнями? Как мне было обидно и жалко. Потому что тогда этих практик я не знала. Теперь знаю. Потому что как часто у нас с вами зуб на мужа, на ребенка, на соседку, на своих родителей, на своих, кто-то там с кем-то мы общаемся, и мы сглатываем эту обиду, мы не пропускаем эту боль, и она переходит, мы не можем укусить. Когда мы злимся на человека, что делает собака, что делает млекопитающий? Он скалит зубы, и он вцепляется. Вверх он показывает свою эмоцию. Мы с вами в социуме даже зубы оскалить не можем. У нас социальный запрет на агрессию. Там еще можно в спорт пойти поорать, да, где-нибудь на трибуны. Нам даже поорать негде. А по большому счету, когда тебя перевыполняют чувство гнева, чувство обиды, чувство предательства, естественная реакция млекопитающего вцепиться, зарычать, оскалить зубы и вцепиться. У нас с вами нет такой возможности. И когда мы имеем зуб на кого-то, на самом деле мы начинаем терять свои зубы. просто потому, что эти энергии зацикливаются. Мы очень часто не можем принимать кого-то, не хотим. И что ты можешь? Своего мужа, свою свекрой, своего начальника куда-то деть ты не можешь? Это уже часть твоей жизни. С этим как-то надо научиться жить. Получается, если ты не решил эмоционально это, и эти эмоции в тебе бурлят, то ты начинаешь разрушать своё тело. Когда ты чувствуешь себя беспомощным, особенно последние два года, как сильно у многих, особенно то, что сейчас творится, с заставлением прививок, с экономикой, с закрытием финансов. Как часто за последние два года вы чувствовали себя беспомощным? Это всё надо стирать, пока эти эмоции не стёрли вас. Мы говорим о том, что в том числе зубы связаны с понятием найти своё место, удержать, защитить себя, занять своё место в этой жизни. Да, ведь чтобы занять и охранять личную территорию, нужна сила. Это тоже суда же, это нижняя челюсть, определение в жизни, переварить неудачные эмоциональные отношения с людьми. Как часто есть ощущение, что наши близкие нас используют. И опять-таки разбираться с этим всем, поднимать скандал в доме вряд ли вы будете. Но внутри вас эти эмоции живут, и они вас разрушают. И вот помимо красоты, убирание отёков, подтягивания, в первую очередь, в первую очередь, мы будем работать с проприорецепторами на эту зону. Это из моих практик с проприорецепторами, которые я изучаю сама и передаю вам уже из кинетотерапии. Но вся кинетотерапия основана на практиках целительства славянских, восточных. Она просто разрешённая, проверенная. Я там столько нахожу того, что есть на Востоке. Вот когда вам нельзя укусить или когда вы чувствуете, что у вас нет сил укусить, защитить себя, отстоять, переварить, мы будем всё это снимать, чтобы не нести это в следующий год. И чтобы ваша энергетика, помимо вашей красоты, чтобы качество вашей энергетики поменялось. Мы же притягиваем в себя то, чем фоним. Вот я не хочу, чтобы я или вы фонили весной старым зубным запахом, старой зубной болью, запахами дёснами. Я хочу, чтобы мы с вами вот эти новые энергии приняли совсем в другом состоянии. Мне кажется, это вот хороший вариант практики именно на такой магический день, на такой интересный, непростой день встретиться с такими же, как ты, пообщаться и вложить своё внимание, энергию в своё обновление реальными практиками, без магии, без мистики, без суперритуалов, без каких-то эгрегоров, только научные данные. Поэтому, если вам интересно, я приглашаю вас на практику «Сияние молодости». Это отдельная практика, поэтому вы можете купить у нас, если вам заинтересовала, только курс «Стремительное омоложение». Вы можете купить у нас только практику. City» «В锻 tap»,